В самом начале форума гостей приветствовал глава Александр Бричалов. Он отметил, что первый окружной форум «Наставник» не случайно проходит в Удмуртии. Регион стал одним из лидеров по количеству заявок, поданных на Всероссийский форум «Наставник», который в феврале прошел в Москве. Затем гости разделились по секциям и уже там участвовали в мастер-классах, дискуссиях и делились своим опытом наставничества в предпринимательстве, производстве и социальной сфере. Для нас очень важно детям сейчас дать доступ к носителям самых лучших, самых новых знаний, да еще и к тем, которые умеют преподавать. Поэтому сейчас очень большая активность агентства стратегических инициатив, в частности, как исполнителя поручения президента по проекту «Белет в будущее», будет состоять в том, чтобы подготовить самих наставников. Наставник – это учитель, друг, тренер, одним словом, человек, который способен раскрыть талант и помочь в его развитии. Институт наставничества сегодня кардинально меняется, и помощниками уже выступают студенты, которые обучают пожилых в компьютерной грамоте, или даже школьники, которые учат других детей. Один из очень важных моментов того, что сейчас происходит, никогда вот так наставников не выводили на поверхность, никогда не предоставлялись им ранее площадки. А это люди действительно те, за которыми большие победы, в том числе и наша Алина Загитова. То есть сейчас эти люди раскрываются, общаются, обмениваются практиками и взаимообогащаются. Ну а второе, конечно, я думаю, что все это выльется в государственную программу. По итогам форума организаторы выделили 19 лучших практик. Среди них проект «Наших соседей из Перми. Правда вместе». Там наставники протянули руку помощи и за пять лет спасли свыше 800 детей, которые когда-то выбрали криминальный путь и уже имели проблему с законом. Мы увидели, что в Унбуртии есть такие же люди, как мы, такие же наставники. И очень радостно, что другие регионы очень активно включаются. И мы увидели новые здесь технологии, новые практики наставничества, которые, конечно же, будут внедрять в собственную жизнь. Заинтересовал один из проектов, как ребенку быть в экстремальных ситуациях, как получить этот навык и как вообще выжить, если вдруг ты попал в какую-то экстремальную ситуацию. Роль наставника в будущем будет только расти, уверены организаторы. И даже с развитием компьютерных систем и искусственного интеллекта наставником всегда будет именно человек. Роман Вагенов, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Унбуртия». Роман Вагенов, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Унбуртия»